ситуация крайне сложная станция захвачена одна смена вот это которая должна была быть полтора дня застыла там на месяц почти буряты у нас спрашивали знаем ли мы где находятся американские базы для базы нато потом они по чуть-чуть уезжали 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 и никто не приезжал и видно было по их ним лицам что радость уже куда-то девается слышишь выстрелы автоматов но ты начинаешь ускорять шаг в ту сторону откуда выстрелы автомат 24 числа утром находились с друзьями я еще три человека мы находились припяти и ранок у нас такой был прям с разрывов с прилетов где-то рядом прилетела первый взрыв услышали мы сначала не поняли что происходит вышли на балкон мы в здании находились услышали второй взрыв и когда вышли на балкон увидели разрывы градов там где-то вдалеке были и услышали как летят самолеты как летят вертолеты увидели летящие дроны и мы поняли что уже это вот реально началась война мы до последнего не верили что война начнется мы как бы думали что пока это так то есть 21 век какая война припять у нас был такой неформальный экстремальный проект хайлайн между двумя высокими зданиями в принципе ребята уже в припяти были и тянули хайлайн я для меня это просто было первое первая поездка в припять или 19 или 20 как раз вот закрыли вход в припять но мы как раз в это время где-то так и заходили у нас где-то два почти два дня пешком и шли через поля через речку переправлялись когда вся ситуация началась понимание что обратно тем же количеством вещей да даже если мы побросаем вещи все равно намного быстрее не будет танки пехота достаточно быстро передвигаются поэтому шансов того что пока мы там будем где-то переправляются через речку нас увидят и пристрелят просто было прям реально много поэтому единственное правильное решение было все-таки идти на станцию прогулялись припять с пацанами нас гвардейцы наставили нас оружие приказали остановиться подходить по одному они нас проверили полностью досмотрели чтобы у нас ничего не было опасного и запрещено и принципе они объяснили тоже мы им объяснили что мы видели первые вопросы были после того как что мы кто мы такие что мы там делали первые вопросы что мы видели на станции есть и бомбоубежище но это режимный объект нас ни в коем случае не могли туда пустить поэтому нам предложили так как постоянно воздушные тревоги и слышали как летают местами или ракеты или самолеты поэтому непонятно как дальше действовать инженер станции предложил спуститься подвал пока мы сидели в этой комнатке и вот всю информацию мы могли собирать только по вибрации стены и звуком которые мы слышим потому как долгое время было тихо потом слышно было как техника какая-то ездит тяжелая долго не возвращался инженер станции сказал я приду где-то в районе 6 к вам уже было 9 вечера в 9 начала 10 он спустился к нам и говорит ребята ситуация крайне сложная станция захвачена первый раз когда нас вывели в туалет и мы выходим из подвала нас вывели два бурята под дулами автомата и вышли помещение эти уже там буряты развалились там везде разложили все какие-то ящики каких куча оружия гранатометы сами буряты у нас спрашивали знаем ли мы где находятся американские базы или базы нато вот мы поржали конечно с этого сказали что это для вас байку придумали подошел их не генерал и он начал задавать вопросы фане ему было интересно кто мы такие как бы сказали что есть там такие вот сталкеры существуют нелегальные посетители зоны отчуждения но ему все видно хотелось пообщаться и он подошел начал задавать вопросы о том что я чем занимаюсь и и не военный ли я я могу не я не военный он на меня смотрит ну ты же служил я не не служил ну ты же обманываешь не не обманывал один из бурятов говорит так он у него ботинки армейские у меня как раз были с собой ботинки талан я в них поехал я говорю да эти ботинки у нас на каждой стройке ходит кто-нибудь такие ботинки у нас есть ресурсы где можно покупать эту обувь там бушную новую не проблема но на меня смотрит такой ты же обманываешь так мы телефоны отдали инженеру станции первые несколько дней мы ими толком и не пользовались вот а потом мы попросили взять телефоны хотя бы отправить сообщение близким сообщить что здорово сети еле ловила очень плохо ловила сеть поэтому звонить особо не звонили писали письма сообщение о том что живы здоровы и все нормально потом я так понял вышку взорвали одну из вышку связи сеть льва вот интернет пропал но был еще интернет по кабелю куртелеком русский насколько я помню и еще был какой-то интернет на станции получалось так что можно было там поставить телефон положить где-нибудь чтобы он полежал и там в течение часа там сообщение это отправилось потом в какой-то момент перебили кабель и связь пропала вообще была какая-то спецсвязь со славутичем вот и на станции есть специальный связист и мы ему просто просить давали номера телефонов наших родственников и просто просили отсылать там то или иное сообщение у нас подвале была маленькая комнатка нас там все время держали потому же нам чуть больше места были нам весь подвал оставили весь подвал закрывали в подвале и в этом подвале было радио мы собственно включили радио и слушали новости хоть немного мы слышали новости слышали наш дим слышали все что происходило в стране вот так вот административно-бытовом блоге чернобыльской атомной электростанции концерт но ты все равно остаешься там ты смотришь в стену а слушаешь радио все и вот это все твои занятия на весь день и понимаешь что хочется что-то делать и собственно мы выпросили чтобы мы помогали на кухне столовой кушали наши 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 охрана весь персонал наши нацгвардейцы все ели там в этой столовой поэтому это все равно присутствие среди наших общение с нашими и как-то там обмен информации и подбадривание друг друга первые пару дней были такие сами напряженные и был еще пару дней было когда станция перешла на дизель-генераторы потому как станция питается со стороны киева тремя линиями насколько я помню три линии электропередач и первую взорвали сразу вторая через некоторое время и потом была взорвана третья линия электропередач повреждена и станция осталась без питания а станция должна работать постоянно то есть танца перешла на дизель-генераторы и блин это вот стало волнительно когда ты сможешь и весь персонал бегает нервничает и ты понимаешь что наверное у них есть причины вот потому как у них больше понимания всего происходящего до 300 человек находилась на станции это и мчсники и охрана и нацгвардейцы и обслуживающий персонал одна смена вот эта которая должна была быть полтора дня застыла там на долгое время на месяц почти в начале на станции было какие-то несколько подразделений танков которые вместе с ними были а потом они по чуть-чуть уезжали 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 и никто не приезжал и и видно было по их ним лицам радость уже куда-то девается у них настроение у них падает и вот в тот момент уже там увидели бухающих этих россиян и кто-то там между собой дрался там у нас была большая посудомоечная машина и они приносили свою посуду чтобы загружать эту посудочную моечную машину чтобы они сами не мыли и руками вот поэтому мы начали считать стаканы начали считать тарелки и понимали какое количество их находится прямо вот непосредственно вот на этой территории и это где-то было 140-170 человек и у них был присутствовал там омон кто-то из омона это для того чтобы следить за персоналом за заработниками нас 20 марта эвакуировали то есть часть персонала которым нашли замену их вместе с нами эвакуировали до славутича приехала два автобуса доехали до нашего до днепра и там был взорванный мост и с нашей стороны приплывал такая деревянная лодка с мотором вот и она переплывала реку и собственно вот этот переправа занимала где-то часа три общей сложности чтоб всех переправить мы одни из крайних в группе и было такое необычное чувство когда мы приплыли и нас встречают тут уже кругом флаги украины нас встречают наши радостные давайте кофе чай вот заходите туда это было прям такое прям прям свои вот это вот чувство когда вот они свои вот у нас чернобыль вот у нас территория белоруссии до самого днепра и вот он славутич с этой стороны любич чернигов и вот собственно славутич находится в таком вот прям вот это все репки чернигов вот тут везде бои были вот с этой стороны тоже бои то тут остается только поля леса и река днепр а тут территория белоруссии поэтому славутич оказался в таком прям в реально в таком окружении которая с одной стороны просто граница другой стороны а другой стороны и бои другом идут и мы понимаем что мы едем сейчас с лавутич потому что мы уже устали быть на станции а с другой стороны ты понимаешь что снова течь в окружении вокруг слоутича бои на границе diata с городом там слышны были бы и там артиллерия работала Постоянно авиация летала, и видно было авиацию, как она летает, которая Чернига бомбила. И как бы дальше приходилось как-то новый левел, новый уровень. Мы прошли на новый уровень игры. Нам приходилось добывать еду, коммуницировать с местными, узнавать информацию какую-то, чтобы мы понимали, есть ли возможность какая-то доправиться до Киева. На следующий день, да, после того, как они разбили блокпост, они заехали в город. Собственно, когда они заехали в город, вот этот митинг и начался. То есть весь город поднялся, весь город вышел с протестом о том, что их никто сюда не звал. И они тут не нужны. Мы так же самым пошли на этот митинг, и забавная такая ситуация. Мы идем и слышим выстрелы автоматов. Ты понимаешь, что ты слышишь выстрелы автоматов, но ты начинаешь ускорять шаг в ту сторону, откуда выстрелы автоматов. И мы понимаем, что весь город вот так вот. Ну, они там пытались отгонять толпу слезоточивым газом, стреляли с автомата в воздух, стреляли светошумовыми гранатами в толпу. Собственно, одного человека они же убили. Толпа безоружная, но все же толпа сдвинула их всех из центра города. Они все сдвинулись к больнице. И было принято решение, они выпустили, они похитили мэра города. И когда его выпустили, мэр обратился к жителям, сказал, что завтра они зайдут в город. И проверят, что нет военных и уйдут. Никто трогать Слаутич не будет. Мы их не видели уже на следующий день. В Слаутиче мы были неделю. И один из охранников, мы с ним познакомились на станции, сказал, что если все нормально, если дорога будет более-менее свободна, доступна для проезда, то он нас в Киев отвезет. Он держал обещание, он нам помог, отвез нас в Киев. И когда в Слаутиче ты понимаешь, что ты стоишь в очереди за... Весь город стоит в очереди за молоком, и ты тут приезжаешь в Киев, и работает Ашан, и ты заходишь в Ашане, и все есть. То есть ты такой, ого! Ценю вот эти даже вот мелочи, казалось бы, там, пошел на улицу, заказал кофе. Да блин, это кофе заказано во время войны. Сейчас воздушная тревога, а девочка делает это кофе. Она его продолжает делать. Она продолжает делать его вкусным. Я пью, я наслаждаюсь этим кофе. Я бы ее никогда так не наслаждался бы вот в мирное время. А вот в условиях войны я, пережив всю эту ситуацию, она мне дала возможность ценить те вещи, которые раньше никогда бы не ценил.